В региональных штабах Навального и Дома у координаторов проходят обыски. В 8 утра следователи пришли к Лилии Чанышевой, ближе к обеду к юристу Федору Телину. Официально силовики это не комментируют. Но, значит, на обысках говорят, что это из-за донатов, которые получает Фонд по борьбе с коррупцией. Как вы эту историю себе видите? Что можете сказать на этот счет? Я вижу это как продолжение московской истории, естественно, потому что вот этот вот пресловутый миллиард Навального, значит, все вот это вот откуда деньги, куда они идут, как поступают и прочее-прочее. Очевидно, что деятельность Навального действительно достаточно затратная. То есть, судя по его масштабам, по тем, условно говоря, затратам, которые он несет в процессе изготовления и своих видеоматериалов, и организационных каких-то вещей, судя по всему, власти решили озаботиться финансовой стороной вопроса. Это, как всегда, очень эффективно в том смысле, что действует на любую структуру, на любую организацию. То есть, удар по ее финансам, это всегда очень ощутимо по организационным аспектам. Ну, а вот до Уфы докатилось, там Уфа, Пермь и, по-моему, Самара. Вот три города сегодня, где проходят эти обыски, я могу ошибаться, но в Уфе точно. Это отголосок этой истории. То есть, по цепочке, значит, никто не отрицает и не сомневается в том, что штаб Навального в Уфе финансируется штабом Навального в Москве, естественно. Вот путь этих денег пытаются отследить. По вопросу донатов мне вообще непонятно. То есть, если речь идет об отслеживании пожертвований, ну, то есть, обыкновенных, там, 100 рублей, 500 рублей, там, 1000 рублей, кто-то чего-то там перевел Навальному, наверное, это бессмысленное занятие, потому что, да, действительно, Навальный собирает существенные средства у населения, но это добровольные пожертвования, и как бы их криминализировать, их, наверное, нельзя. Я не знаю, какова там налоговая схема вообще у Навального, как это работает, но я думаю, что они достаточно грамотные ребята, и эти вопросы вряд ли возникнут там в каком-то криминальном поле. А вот те намеки на то, что, дескать, Навальный там финансируется чуть ли не госдепартаментом США, вот это вот, наверное, в корне всей этой истории, что вот, ну, попытка доказать, что он там какой-то внешний враг. Но я тоже все-таки думаю, что они не настолько идиоты, чтобы, ну, допустить там какое-то прямое иностранное финансирование. Более того, ну, в моем представлении Навальный финансируется скорее скрытыми источниками внутри России, нежели там скрытыми источниками из-за рубежа, потому что, вероятнее всего, существует некоторое количество компаний, крупных корпораций, которые, ну, скажем так, благорасположены к Навальному и готовы ему помогать. Вот бывший руководитель компании Рольф, и не скрывал того, который сейчас вот там в международном розыске, он и так далее, всякие уголовные дела. Петров, да. Он и не скрывал того, что он финансировал в свое время Навального, я не знаю, когда это закончилось, но тем не менее. И таких, в общем-то, крупных предпринимателей было несколько. Соответственно, ну, вероятнее всего, все это попытка разрушить финансовую структуру Навального, чтобы, скажем, дезорганизовать его движение. Ну, то есть это федеральная история, она имеет отношение к региону в данном случае. Ну, она имеет отношение к региону, поскольку здесь есть Лилия Чанышева, у нее есть тоже какой-то бюджет, и вот он каким-то образом связан с бюджетом самого Навального. Чем это может все закончиться, на ваш взгляд, конкретно для Уфимского штаба и в целом для движения Навального? Трудно говорить. Все зависит от того, насколько эффективно будут действовать силовики, насколько им удастся перекрыть эти каналы. Но дело в том, что если доводить ситуацию до абсурда, то нужно, ну, условно говоря, заблокировать банковскую систему России, чтобы полностью прекратить поступление денег Навальному. То есть, ну, они переориентируются, они какое-то время, может быть, будут сидеть на голодном пайке, каким-то образом, там, значит, возместят свои эти потери. Ну, а эффектом, таким прямым действием, может быть, только изъятие каких-то денежных средств и еще каких-то вещей. Ну, я думаю, что в распоряжении конкретно штаба в Уфе вряд ли были какие-то крупные суммы, там, чтобы, ну, они, вероятнее всего, живут по принципу «получил и стратил», соответственно, там, каких-то остатков существенных не может быть. А вот изъятие денег у пенсионеров, это, конечно, уже перебор. То есть, то, что у родителей Федора Телина, там, изъяли какие-то пенсионные деньги, то есть, ну, вообще, в принципе, у пожилых людей, абстрактно говоря, могут быть вполне большие суммы денег, они могли их, там, накапливать, там, аккумулировать и так далее. И вообще, то есть, это совершенно, на мой взгляд, незаконная история. Ну, видимо, тут, как обычно, перегибы на местах. Ну, что ж, как говорится, будем наблюдать. Сейчас к теме выборов, которые у нас прошли минувшее воскресенье, уже есть результаты, как бы еще не окончательные, но я думаю, что вряд ли они будут меняться, эти цифры. Что вы можете о них сказать? Явка, результат, расклад по кандидатам и так далее, и так далее. Я уже озвучивал эту тему, и скажу еще раз, это, на мой взгляд, достаточно постыдная, неприличная история, которую соорудили люди, не уверенные в собственном результате, перебрали с вот этим вот утверждением собственной значимости. То есть, я могу кратко сказать так, я вполне верю, что Хабиров набрал 60-62%, и практически никто не верит, то, что он смог набрать 82%. А явка, это совсем уже позор. То есть, и где-то запредельное такое завышение данных, потому что, ну, набрать и явку, и результат выше, чем набрал Путин год назад на той же территории, это, пожалуй, уже, ну, вот, как-то перебор. То, что касается других кандидатов, я более чем уверен, что голоса отобрали у всех, кроме Кобзева, Игнатьева и Гайсина, и вот у них этот результат действительно, наверное, их естественный, который получился. Ну, как говорится, последние даже милиционеры не забирают. А у остальных у всех отобрали. То есть, и ЛДПР, и КПРФ, и Барабаш, это кандидаты, у которых отобрали какое-то количество голосов. Ну, на мой взгляд, чуть больше половины того, что они набрали, там, может быть, там... Хотелось бы, чтобы пояснили, что значит отобрали. То есть, переложили их в другую стопку? Да, да. Потому что, ну, мы наблюдаем те протоколы, которые мы уже получили, там везде 3, 5, 7 и больше процентов. Нет ни одного протокола из того, что мы имеем, где есть вот результат Барабаша. Или меньше его, потому что надо же усреднять, да? То есть, от 7 нужно... К 7 нужно прибавить там 0,0, чтобы получить там вот этот вот процент голосов. В общем, таково мое представление об этой арифметике выборов. То есть, голоса были перераспределены от вот этих троих к Хабирову. Ну, вот я сам, как член одной из комиссий, да, у меня есть определенные подозрения там по поводу некоторых вещей, это отдельно, да? Но по поводу перекладывания я могу сказать, что у нас такого не было. И вот тот результат, который есть по другим кандидатам на моем участке, он, в принципе, соответствует общей картине. Ну, еще раз повторю, у нас 3434 избирательных участка. Ни один из них отдельно взят и не может быть ни иллюстрацией, ни подтверждением там правильности, неправильности подсчетов. Только большие данные дадут, ну, вот, более или менее внятное осуждение об этих процессах. Это мое предположение, ну, я вот так вот предполагаю. И еще есть такой, как бы, постулат, о котором, видимо, не знали члены команды Хабирова, но они вообще люди не очень в выборах, там, кроме Сидякина и Шаги Муратова. Никто вообще, в принципе, не участвовал никогда в выборах из них, ни в организации, ни как кандидат. Но они упустили вот такой момент. Наука говорит о том, что при участии в выборах более одного миллиона избирателей, даже Микки Маус набирает 1%. Ну, то есть, абсолютно неизвестный никому абстрактный, ничем не привлекающий кандидат, все равно статистически набирает 1%. Если кандидат делал хоть что-то, и он настоящий, и у него есть фотография, тогда это всегда больше 1%. То есть, вот этот момент они не учли. Но еще раз повторю, они шли напролом. Никакие, значит, аргументы не учитывались, там, при принятии вот этих решений. То есть, я говорю о соблюдении приличий, там, или хотя бы правдоподобности. То есть, вот решили, сделаем так. Так, вот, судя по всему, есть несколько примитивных мотивов. Это, там, сделать больше, чем у Хамитова. Так, это по поводу результата. Доказать всем свою правоту, доказать всем свою грандиозную значимость. За сутки у них, в их словах, этот триумф стал возрастать, возрастать. То есть, начали с полутора миллионов. Вчера к утру уже было миллион семьсот, и я боюсь, что может дойти до чего-то более крайнего. Но утверждать, что в выборах приняло участие два миллиона сто тысяч человек или даже больше, это вот очень опасно, потому что люди начинают переглядываться, вот, общаться, спрашивать, ходил, нет, ходил, нет. А кто же тогда ходил? Где эти два миллиона человек? То есть, два миллиона сто тысяч человек, это очень много. И вот заявлять о такой явке, конечно, оно весьма опасно. Ну, здесь тогда хотелось бы, чтобы вы все-таки расшифровали эти слова, да? То есть, каким образом эти цифры могли быть достигнуты? То есть, конкретные шаги, что делалось для этого? Ну, нагнетание явки или результат? Цифры, которые мы получили. А, то есть, кто за кого как проголосовал. Тут многообразие приемов, эти приемы... Сама явка. А, явка? Ну, явку, значит, я скажу так, значит, во-первых, мы действительно наблюдали большую явку. Она, конечно, ни разу не достигала там 70 с лишним процентов, но я сам видел на нескольких участках и 50, и 55, и 60, явка действительно была высокой. Она не была такой высокой. Вот эта вот истерика, которая случилась у них в конце, вот она лишней была. То есть, она и так была очень высокая, эта явка. Она была достаточно высокой. Действительно, очень сильно росла явка в первой половине дня, потом был некий спад. Но это вот естественные такие волны. Привлечение на выборы, сама технология привлечения людей на выборы была грандиозной и всеобъемлющей. Это мы тоже наблюдали перед... Это она сработала, кстати, или люди сами захотели? Конечно, сработала вот эта история. То есть, тут было и были всевозможные разнообразные принуждения. То есть, вот эти вот системы контроля, скиньте фотографии, скиньте бюллетни, сообщите там классному руководителю, как проголосовали родители там и прочее-прочее. В коллективах поголовные, значит, привлечения. То есть, вот эти все меры, конечно, были приняты. Их очень сложно трактовать, как, скажем там, принуждение к выборам, потому что у нас есть железобетонный аргумент, у ЦИКа это вот мы привлекаем людей на выборы. Это действительно законно. Вопрос того, насколько это было сделано естественным или неестественным путем, ну, наверное, вопрос больше к людям, которые будут потом, через годы, анализировать вот эти вот технологии, насколько это естественно для общества или нет. Но да, действительно, я подтверждаю, что явка была достаточно высокой, очень высокой, но не 75%. Ну, я все-таки пытаюсь понять, а оставшаяся вот эта вот цифра, которую вы считаете выдуманной, она как была реализована технически? Нет, технически как? Тут многообразие опять-таки методов. То есть, эти методы были отработаны уже годами, но на нескольких участках в Уфе, например, практиковалась такая история. Ближе к вечеру, а у нас выборы были очень длинными, то есть, мы продлились на час раньше и закончили на час позже от предыдущего формата. Ближе к выборам, по тем адресам, которые были видны, что они не проголосовали по книгам учета избирателей, значит, пошли по домам близлежащим, выключали свет в подъездах, чтобы определить, дома ли люди, которые, ну, там, эти щитки в подъездах есть, да, то есть вот, значит, и определяя, дома или не дома люди, дальше принималось решение, значит, либо что-то можно сделать с теми бюллетнями, то есть люди точно уже не придут, либо, ну, повторно их приглашали на выборы, тех, кто, там, открыл дверь и стал выяснять, в чем дело. То есть затаскивание людей было, ну, доведено уже до абсурда, то есть плюс к этому, конечно, очень большое подозрение вызывают массовые голосования вне дома. У нас было два участка на одном 59, на другом 350 голосований вне дома. Технически обеспечить одной бригадой избирательной комиссии, там, 59 квартир в разных домах, на разных этажах, в которые в основном это старые люди, которые, там, ну, плохо слышат, плохо видят, им нужно долго и нудно объяснять, что происходит. Конечно, даже за сутки объехать 59 адресов нельзя, не говоря уже о 350. Тем не менее, эти вещи были успешно реализованы, тоже вызывают сомнения. Ну, тут пока мы не можем ничего доказать. Судя по тому, что я, как бы, наблюдал на своем участке, как бы вот эти вбросы, они делаются без проблем, без всяких выездов, просто делаются и все. Нет, вбросы тоже были, и я же говорю о многообразии технологий, то есть на разных участках применялись разные технологии. Вбросы, конечно, были. К сожалению, к ним достаточно безразлично отнеслась Центральная избирательная комиссия, достаточно безразлично отнеслась полиция, хотя 303-й участок, я, ну, готов утверждать, что это действительно был вброс, потому что были видны пачки, была попытка разбить урну членам избирательной комиссии от Единой России, дабы, значит, ну, скрыть вот эти следы вскрытия урны. Там есть такой нюанс. Сама щель, куда проталкивается вот этот бюллетень, добросовестным избирателям, она достаточно узкая, и протолкнуть в нее пачку невозможно. Но щель эта закрыта таким, такой накладкой пластиковой. Если ее слегка подломить, приподнять, щель становится шире, и под нее как раз можно бросить. Так вот на этой урне именно так и было. Ну, значит, вокруг 303-го участка случились достаточно интенсивные события, все отрицают, отказываются и прочее, то есть уже было сделано заявление нашим Центрсбирком, что никаких убросов, значит, не было. То есть я так полагаю, они будут насмерть стоять на этой позиции. В связи с этим хотелось бы ваше мнение по поводу того, какая аргументация, какая мотивация используется, я уж не знаю, во-первых, кем, да, и во-вторых, вот конкретно, да, что говорят условным там членам комиссий, председателям, по сути, директорам школ в основном, да, чтобы они вот шли на эти вещи. Мотивация одна. Рабочее место, взаимоотношения с начальством, все, ну, там какие-то деньги, которые платятся там за работу на избирательной комиссии. Я вам расскажу одну простую историю. К нам в штаб приходят две женщины. Говорят, мы хотим быть у вас наблюдателями. Мы объясняем, что уже нельзя быть наблюдателями, можно быть только членами комиссии. Они говорят, надо начальству позвонить. Мне так смешно стало. Говорю, какому начальству? Они начинают при нас созваниваться, значит, с директором школы, объяснять, что вот все вот так и вот так. Я говорю, слушайте, ну, мы же понимаем, о чем идет речь. Давайте мы вас просто, ну, как будто мы вас не взяли, да? Они говорят, ой, нам нельзя, нам нужно обязательно. Чтобы нас взяли, чтобы мы закрыли свой участок. Вот, понимаете, это в открытую уже. Заняли место, по сути, другого человека. Да, заняли место того, кто будет реально наблюдать за выборами и участвовать. Вот, понимаете, это в открытую. Я знаю номер школы, я знаю этих женщин в лицо, они получили у нас эти документы. То есть, если хотите, я могу это доказать. Ну, я сам не хочу не портить людям ни карьеру, ни... Они пошли в итоге работать? Они пошли, ну, формально, да. Формально, конечно, они стали. Мы решили им не отказывать и выдали эти документы в качестве вот такого эксперимента. Ну, вот так примерно выглядит эта история, понимаете? Ну, вот, хотелось бы понять все-таки мотивацию самих этих учителей. Ну, вроде как, ну, всех же не уволишь. Безусловно, ну, каждый за себя, понимаете? Вот у нас настолько слаба вот эта вот самостоятельность, настолько низкий уровень внутреннего достоинства. Ну, я вот поговорил с этими двумя несчастными учительницами, я говорю, ну, как же так? Ну, почему они вас так унижают? Почему они заставляют вас это делать? Видно же, что им было это не нужно, там, выходной им отдохнуть бы бедным. Ну, они вот сидят понуро и говорят, ну, вот нам сказали, мы должны. То есть, и вот эта вот какая-то обреченность, я не знаю, вряд ли им даже деньги за это заплатят. То есть, скорее всего, им просто скажут спасибо, вы нас выручили. Ну, может быть, какую-то там путевку где-нибудь дадут ближе по очереди, а может, там еще что-то или там разрешат какой-нибудь отгул взять, я не знаю. Но вот это выглядит очень унизительно для людей, которые вот, ну, серьезные люди. Это учителя, это учителя наших детей. Чему они учат? Вот этой беспринципности, вот этой покорности, вот этой какой-то, значит, животной безысходности. Вот так ведь получается. И тогда вот вернуться к логике тех, кто это мог организовать, хотелось бы, да? Для чего? Кому что доказать все-таки? Наиболее такая вот вероятная версия ваша какая? Вот это самая смешная, на самом деле, часть в этой истории. Команда Хабирова, будучи неуверенной сама в себе, вот изначально, и мы эту неуверенность постоянно наблюдаем, то есть вам по многим-многим признакам, они вот как-то вот такое ощущение, что пошли ва-банк. Мы должны доказать всему миру, или Александру Непанфилову, Владимиру Владимировичу Путину, там, вот всем на свете мы должны доказать. И вот была сконструирована не победа, был сконструирован триумф в таком вот римском понимании, да? То есть абсолютный разгром оппонентов, абсолютная сиятельность победителей и так далее. То есть это же очень опасная история. Дело в том, что сейчас вся эта шелуха слетит, праздник закончится, начнутся трудовые будни, и через довольно короткое время станет понятно, что команда не работоспособна, что достижений триумфатор не несет, и так далее, и так далее. Как быть с этим? То есть вот такой триумфальной, значит, победой завершились выборы, такой безоговорочной, как бы, поддержкой населения, да? То есть вот все в едином порыве. А дальше? Что будет дальше? Вот вопрос. То есть они не оставили себе не то, чтобы лазейки, а даже как бы, ну, какого-то оправдания в том смысле, что, ну, вот если бы за Хабирова проголосовало, например, 62-65%, то тогда 35-38% это его оппоненты, и можно было бы лавировать между этими группами. А сейчас все его поддерживают. 2 миллиона 100 человек пришло на выборы. Ну, в их версии, по крайней мере. Так что это опасная история, на самом деле. А вот то, что цифры по явке в некоторых местах достигают там каких-то таких вот, как говорится, туркменских показателей, да, по районам, это что? Это вот реально людей больше или что? Это у нас вот районы, по-моему... Татышлинский. Татышлинский и еще один какой-то грандиозный район. Мы иронизировали на эту тему так. Понятно, что такие явки бывают действительно только в Туркмении и в Татышлинском районе, но была такая шуточная версия того, что чем слабее позиция главы в районе, тем больше стала явка. То есть можно создать некую карту напряженности. Вот в Башкортостане, да, где вот глава себя хорошо чувствует, пользуется доверием там населения дорогого Радия Фаритовича, там было там, ну, предположим, 70. Где беда, где, значит, глава балансирует на грани волнения, там 94-96. На самом деле, конечно, объясняется это, ну, локальными причинами, то есть там, где глава имеет возможность либо эффективно манипулировать членами избирательных комиссий, либо эффективно манипулировать населением, которому все глубоко, все равно, так будем говорить, там вот 94% возможно. Опять же, математика говорит, что это вообще невозможно, и, в принципе, интерес к выборам, которые замеряются многочисленными социальными исследованиями, конечно, ну, нигде таких цифр не давал. С чего бы вдруг в Татышлинском районе вот вспыхнуло это желание проявить гражданскую активность, я не понимаю, других причин нет. И хотелось бы, значит, вот конкретно по кандидату, да, в штабе которого вы работали, Владимир Барабаш. Та цифра, которая есть, 0,97, вы уже сказали, что меньше процента быть не может. Здесь хотел бы я уточнить, почему? Ну, вот, как бы нельзя же сказать, что никто не голосовал. Голосовали? Просто мало. Зачем что? Почему что? Почему вот не может быть меньше процента? А, ну, это чисто статистическая такая, значит, штука, то есть это доказано исследованиями, что есть длинный список голосующих, которые голосуют ошибочно, ну, то есть промахнулся клеточкой, голосуют там назло всем, голосуют, потому что им показалась это приятная фамилия, голосуют, потому что у них такая же фамилия. То есть это ничтожные проценты, но все они складываются примерно в один или чуть больше процента, и это случится с любым кандидатом, как бы его ни звали и как бы он ни существовал. Это просто наука, статистика. Вот. Естественно, тот кандидат, который что-то делал, каким-то образом себя продвигал на выборах, существовал на дебатах, он был показан по телевизору и так далее, и так далее, должен набрать, ну, по определению, несколько больше. В моем представлении Барабаш набрал, ну, вот, мне трудно судить, потому что у меня нет полной картины, значит, и всех, условно говоря, списка всех трех тысяч с лишним избирательных участков, но он набрал где-то от трех до шести процентов. То есть разброс тут моих представлений достаточно широкий, потому что я не могу точно утверждать эту цифру. И, конечно же, коммунисты не могли набрать такой низкий процент, учитывая все-таки инстинктивную поддержку их партии. И, конечно же, ЛДПР со своим ядерным электоратом не могло получить вот такую ничтожную цифру, ну, и так далее. Вот именно это есть подтверждение. То есть это, я понимаю, что это как бы эмпирические рассуждения, да, то есть никто никогда нам не даст ни камеры посмотреть, ни реально вскрыть мешки и посчитать эти бюллетени. Ну, так устроена избирательная система в России. — Вот есть у нас отдельная история, да, избирательный участок, который находится в Ленинском районе, в микрорайоне Сосны, вообще за Барабаша ноль. Вот почему так? То есть одно дело, я могу понять, как происходит, например, вброс и увеличивается результат там за главного кандидата, но при этом остаются голоса за и тех, кто реально проголосовал. — Нет, понимаете, еще раз, один участок не говорит ни о чем. И это действительно возможно, что на одном участке из трех тысяч никто не проголосовал за Барабаша, на одном участке из трех тысяч никто не проголосовал за Хабирова. Такое теоретически возможно. Нужно работать с большими объемами данных, чтобы, ну, чем они больше, чем они ближе к абсолютному количеству этих избирательных участков, только тогда мы сможем дать достоверную информацию и понимание хотя бы того, что случилось. Мы попали с вами в абсурдную ситуацию, когда мы результаты собственных выборов должны оценить, применяя не реально существующие механизмы контроля, которые должны были бы быть, а вот эти эмпирические обходные, да, то есть мы начинаем предполагать, начинаем опираться там на научные изыскания, на какие-то социологические и социальные законы, да, но мы не можем реально взять и посчитать, вот до чего дошла избирательная система в России, и одновременно это же подтверждает, что вот этот результат, который дал Хабиров, ну, он абсолютно возможен с точки зрения их вот этих технологий. То есть они могли ему и 90% нарисовать явки, и 90% за него. Я не знаю, почему они этого не сделали, было бы еще веселее вот в эту ночь выборов, да, то есть и так далее. Как бы вот ответ. Как бы существует мнение, в частности, представители движения «Голос» говорят, что как бы единственный действенный способ — это организовать хорошее, качественное наблюдение на участках, и тогда выборы могут быть более или менее честными и открытыми. У нас, тем более, есть вот по некоторым участкам, в частности, по УФЕ, цифры, которые как бы отличаются от усредненных. Благодаря тому считается, что там были, соответственно, наблюдатели. Но их было немного. И вот здесь вопрос у меня, почему у нас, ну, недостаточно, да, тех людей, которые хотят и реально идут работать на участке, наблюдать. Абсолютно согласен, что наблюдение в нашей вот этой ужасной ситуации в России — это единственный эффективный способ влияния на результаты на конкретных участках. Я лично наблюдал и участвовал в нескольких ситуациях вот на этих выборах, когда мы перемещали с одного участка на другой наблюдателей, и вброс, о котором мы точно знали, что он должен случиться, не случился. Ну, то есть паника у председателя комиссии, он откатывает свои планы, бежит созваниваться, что-то там оправдывается и так далее. К сожалению, да, количество наблюдателей ничтожно. Нужно накрывать 70-80% участков на территории, чтобы добиться вот глобального результата. Очень слабая квалификация наблюдателей, но тут и мы виноваты, и отсутствие ресурсов и так далее. То есть наблюдателей нужно очень хорошо готовить. Вплоть до того, что нужны тренинги, нужны какие-то занятия, а не двухчасовая лекция, откуда человек выходит обалдевший там от усталости и половину не усваивает. Наверное, это дело будущего, наверное, это дело тех решительных людей, которые придут на грядущие выборы с целью побеждать и с определенными ресурсами, потому что никуда не деться от того, что наблюдатели это расходы. Даже то, что вот на этих выборах меня очень порадовало, что люди в большом количестве приходили работать безвозмездно. Вот это в моей практике было первый раз, когда, ну, значительное количество людей пришло и даже не спрашивало про деньги. Ни для кого не секрет, что для некоторых людей вообще выборы это средства подзаработать буквально немного, там, тысячу-две. Известно, что в этом году, например, Единая Россия платила три с половиной тысячи рублей. Каждому номер. Каждому, да. Это беспрецедентно много. Это тоже говорит об их обеспокоенности вот этой ситуации, то есть мотивировать людей крупными суммами денег существенно проще, но у них и бюджеты, сами понимаете, гигантские. Но рано или поздно мы должны к этому прийти. Тут должны быть некие параллельные движения. Тут и общество должно внезапно захотеть вот этого или постепенно захотеть этого. То есть люди должны встать с дивана и сказать, я пойду на свой участок там или я пойду на соседний участок и буду там наблюдать. На самом деле это тяжкий труд. Тут мы безумно благодарны всем нашим наблюдателям и членам УИК, которые с нами работали. Люди посвятили этому больше суток. Люди на измор, на износ, некоторые до пяти утра сидели и боролись с этими бессовестными училками и директорами школ. В общем, конечно, это, наверное, вопрос будущего. Да, еще раз, наблюдение единственный путь пресечь вот эти массовые нарушения. Ждете ли вы, что будут по каким-то отдельным историям все-таки судебные решения положительные, скажем, да, отмена результатов, там, штрафы? Как у нас было иногда все-таки, например, после выборов президента в марте 2018 года? Очень хотелось бы, но не жду. Потому что настойчиво, истерично уже заявлено, что все было чисто, все было честно. И мадам, значит, Макаренко и Элла Александровна Панфилова с изможденным лицом, значит, сообщила, что в Башкирии прошли образцово-показательные выборы, и всем бы надо поучиться у Хабирова и прочее, прочее. То есть они настолько быстро себя прикрыли вот этими заявлениями, что, я думаю, будет почти невозможно опровергнуть их какими-то судебными решениями, учитывая нашу судебную систему. Наверное, это, конечно, вероятность ноль. Ну, тогда хотелось бы немножко и о другом поговорить, о том, что после выборов происходит и может произойти в нашей республике. Первое, о чем было объявлено, это, да, об Андрее Назарове, о том, что у нас может появиться все-таки премьер-министр в лице Андрея Назарова. Вот как вам эта история, она насколько ожидаема, и что от этого нам ждать? История действительно ожидаемая. Мои разговоры о Андрея Геннадьевича идут давно, подняли на поверхность все там былые истории, легенды и всевозможные, значит, эксцессы. Я пока для себя не определился. С одной стороны, Назаров для меня фигура вполне логичная с точки зрения его опыта работы там вот в реальном секторе экономики и так далее. То есть мне бы хотелось, чтобы премьер-министром был человек с опытом и пониманием, в отличие от Хабирова, например, который, ну, ничего не понимает в экономике, простите уж. То есть он просто никогда с ней не сталкивался, он не виноват. Он никогда не работал в этом секторе. В Красногорске не было сельского хозяйства. В Красногорске не было тяжелой промышленности и прочее. То есть у него нет навыка. Ладно. Назаров, на мой взгляд, более подготовленная фигура. Вопрос только в том, какие полномочия будут даны ему в части формирования правительства. То есть если он будет несамостоятельной фигурой, тогда он будет просто свадебным генералом. Насколько он зависим от Хабирова лично, я боюсь предположить, что действительно он всерьез от него зависим, потому что они там личные друзья и на могилку вместе ходят. И так далее. Значит, много факторов. Но, тем не менее, еще раз повторю, я пока не определил для себя, например, хорошо или плохо, что Назаров будет нашим премьер-министром. Если он получит некая полномочия, возможность с точки зрения здравого смысла перераспределить людей внутри правительства, не руководствуясь признаками дружбы и близости к Хабирову, например, а только принципами профессиональной готовности, навыков, возможности работать в команде. Вот если он таким образом будет формировать правительство, это будет польза. Потому что, ну, то, что сейчас из себя представляет правительство на республике Башкортостан, это, конечно, очень печальное зрелище. То есть набор слегка случайных людей, набранных там по признаку близости и верности. Это очень неправильно, это неэффективно, и это однозначно не будет работать. Я не говорю, что все такие, но много, очень много, больше половины. Если Назарову будет дана возможность переформатировать правительство, особенно если ему будет дана возможность хотя бы в рамках законодательства ныне существующего изменить и форматы, и количество ведомств, исключить дублирующие функции между ведомствами, каковых у нас не счесть, и вывести эти ведомства на работу, условно говоря, сформировать критерии эффективности, наладить механизмы контроля за этими критериями. У нас до сих пор KPI для ведомств не утверждены. И тогда, может быть, что-то получится. Это адский труд. Назаров, если он станет премьер-министром, станет главным у нас крайним. Все глобальные проблемы, которые нас ждут в ближайшем будущем, будут лежать в области экономики, безусловно. И он станет вот этим громоотводом. Но если он справится с этой задачей, ну тут тогда, конечно, честь и хвала. То есть вот эти поспешные истории на тему там make, башкирия, great again и прочее, прочее, я бы пока это оставил на втором плане, нужна тихая, спокойная, рутинная работа. Сначала надо настраивать механизм. Его у нас нет. Вот вы говорите, что Назаров, он ближе все-таки к экономике, представитель бизнеса, но ведь он все-таки, наверное, больше, скажем так, специализируется на крупном бизнесе. То же самое сельское хозяйство ему, в общем, наверное, все-таки делать чужое. Вы очень многого не знаете, Руслан. Ну так, показайте. То есть, нет, ну, Андрей Геннадьевич Назаров, в моем представлении, исходя из той информации, которая у меня есть, человек достаточно разносторонний с точки зрения бизнеса. Тут и участие во многих, ну, я не говорю уже про строительство, я говорю о том, что у него есть хороший опыт организации более-менее сложных процессов по эксплуатации крупных объектов, есть интересы и в сельском хозяйстве и так далее. То есть, я не говорю, что это какая-то панацея и спаситель отечества. Я говорю о том, что Назаров теоретически способен сдвинуть с мертвой точки вот этот вот лежачий камень, под который вода не бежит в виде инвестиций. А вот по поводу кадровых решений я вот не совсем понял. С одной стороны, как бы, вот вы говорите, что у них там с Радим Хабировым очень близкие отношения дружеские, с другой стороны, вы говорите, что ему нужно полномочия, чтобы он сам решал, кого назначать на ключевые должности. Ну так разве в этом проблема? То есть, сам он будет или не сам, раз уж у них близкие такие... Есть проблема. Дело в том, что, судя по всему, Радий Фаритович не может преодолеть внутри себя вот этот комплекс близости и комплекс вот этой вот команды или там еще как-то по-другому можно назвать вот эту общность людей. Назарову бы получить бы собственные возможности. То есть, если бы он мог набирать людей исключительно по профессиональному признаку, а не по признаку того, что там где-то какая-то Бойцова что-то сделала хорошо и правильно в неведомом нам агентстве, и теперь она там вот зачем-то, почему-то вот здесь сидит. То есть, если он будет по другим признакам людей набирать, а ему все-таки Башкирия существенно ближе, чем Хабирову Назаров до конца не уезжал никогда из Башкирии и здесь всегда играл весьма существенную роль, вот тогда у него есть шанс набрать нормальную команду. Вот хотелось бы по поводу как раз новых назначений. Последние дни и вообще кадровых решений появились, я не знаю, слухи, не слухи, с другой стороны, как бы это сложно, конечно, комментировать, но что по силовым, значит, нашим ведомствам могут случиться кадровые решения, которых не было ранее. Как вам эта версия? Я полагаю, что это касается исключительно МВД, потому что достаточно критичная масса вот этих вот претензий к существующему руководству этого ведомства набрана, то есть тут и вот эти все изнасиловики, и вот буквально недавно прошла информация там о претензиях к трем каким-то тоже полицейским. То есть у нас уже много-много кейсов, что вот МВД в Башкирии набрало какую-то критическую массу этих нарушений. В отношении Следственного комитета все в порядке, нам назначили нового руководителя. По поводу прокуратуры немножко смутная история. Вот опять у нас обратно возвращают этого товарища, по-моему, Кашапова фамилия. Вроде опять прошла информация, что все-таки его утвердят. Я не уберусь утверждать, там все у них закрыто, засекречено. Но внезапное решение, наверное, возможно только в отношении МВД, потому что все остальные пока вроде как сидят на своих местах. А вот Роспотребнадзор, ГИБДД... Ну, Роспотребнадзор это не силовая структура. Ну, скажем, федеральная, да, правильнее говорить. Ну, Хабиров сделал свой ход при помощи Мухаммедьярова. Значит, вот они там эту несчастную вынуждили повеситься и так далее. Хабиров высказал свою точку зрения в отношении нынешнего руководителя. Я не могу прогнозировать решение федералов, насколько они принципиально занимают позицию, насколько нынешний руководитель Роспотребнадзора в Башкирии их устраивает. Это сложный вопрос. В ГИБДД Динар Загитович непобедим. Вот почему? Этого не может делать даже Хабиров. Вот так человек сумел. Это вот вообще какими факторами обуславливается? Личные какие-то связи в Москве или что? Что на это может влиять? Динар Загитович человек, который, скорее всего, реализовал все факторы возможные в этой ситуации. И он действительно устраивает московское начальство, и у него действительно очень крепкие связи в Москве. У него серьезные подвязки там на семейном уровне и так далее. То есть человек сидит очень плотно, и Динар Загитович уйдет со своего поста только тогда, когда захочет. Сам? Да. Хотелось бы, чтобы вы прокомментировали историю, которая до выборов еще была, иски против вас, решения судов. Как вообще дела обстоят по Зульфе Гайсиной? Три иска. Я вкратце быстро пробегусь. По двум из них принято решение, но оно не вступило еще в законную силу нижними уровнями судов. У нас впереди апелляция. Ну, в частности, могу там выделить, что стоимость чести и достоинства мадам Гайсиной оценена в 5000 рублей. Но это еще пока предварительное решение. Мы сейчас идем в апелляцию, у нас есть масса доводов, мои адвокаты очень хорошо работают. Они, я думаю, что все эти иски опровергнут. Ну, не опровергнут, значит, я вручу мадам Гайсиной вот этот эквивалент стоимости бутылки хорошего виски. Вот. А по Барспирту мы пока еще в стадии разбирательства, то есть там еще даже по существу не было ни одного заседания. То есть пока мы обмениваемся документами и всевозможными доводами через суд. Там посмотрим, там еще на следующей неделе будет заседание только первое. А по Носкову? По Носкову тоже. Первая инстанция приняла решение в пользу Носкова, уменьшив его запрос, по-моему, в 2000 раз. Тоже, значит, весьма скромно оценив ущерб его чести и достоинству. Ну, и опять же, этот же суд, он пойдет у нас сейчас в апелляцию, он имеет это решение. Там где-то, по-моему, 18 или 19 сентября мы передаем в апелляционную инстанцию это все. После выборов, вот помимо того, что начали говорить об Андрея Назаровой, также тема Шаханов вновь всплыла. Яхабиров на эту тему и пост опубликовал, геопарк Таратау. Вот как вы это можете объяснить? Что, почему вот сейчас там на другой день после выборов? Ну, вопрос обсуждается дальше. Я всегда говорил, что после выборов этот вопрос вернется. И БСК недовольна этим решением, она хочет Таратау, часть общественности вообще не хочет ничего отдавать. Точки зрения поляризованы, толком никто с этим не работает, я имею в виду, с точки зрения оптимизации, регулирования и взаимоотношения с этими точками зрения и мнениями, и группами людей. Я думаю, что впереди у нас еще очень много вопросов по поводу Таратау и по поводу, значит, Куштау и так далее, и так далее. То есть все это будет обсуждаться, все это... Вопрос не решен на самом деле. То есть декларативно что-то заявлено и все. Ну вот, а то решение, которое сейчас, ну как бы главным считается, то есть не отдать Таратау, а передать Куштау. Вот вероятность именно этого развития событий с учетом результата выборов, в частности, она какая? Нет, вероятность существует, но это решение было решением таким замораживающим ситуацию до выборов. Сейчас, условно говоря, раздача обнулилась и снова начнут обсуждать все эти три вопроса, все эти варианты. Не отдавать вообще, отдать Таратау, отдать Куштау, все эти геопарки, это все пока химера, которая существует только в сознании тех, кто об этом говорит. Там ничего не делается, никаких там юридических решений не принято, заборов не построены, тем более никакой инфраструктуры не организованы. Местное население вообще специфически к этому всему относится. Точек зрения на самом деле очень много. То есть никто не пытается консолидироваться, никто не пытается осмыслить реальные подоплеки вот этих вот аргументов и этих точек зрения, потому, я говорю, у нас впереди очень много веселых историй на эту тему. — Есть еще одна история, которая началась еще до выборов, а именно Всемирный Курултай Башкир, общественная организация, предъявила требования к нам, к Эху Москвы в Уфе, да, иск, в общем, на серьезную сумму, на 10 миллионов рублей, за публикацию на нашем сайте поста политолога Дмитрия Михриченко. — В котором ни разу не упомянут Всемирный Курултай Башкир. — Ну, в общем, да. Как вам эта история? — Ну, это безумие, это дичь, конечно, страшная. То есть я прекрасно понимаю, что, ну, этот иск не мог появиться как бы независимо от каких-то советов там из Белого дома или еще откуда-нибудь. Ну, юридическую сторону этого иска я даже обсуждать не буду, ну, во-первых, потому что я не юрист, потому что, ну, вот сам факт того, что про эту организацию не шла речь, а организация подала в суд о защите чести и достоинства, вот это как можно расценивать? — Ну, то есть, прочитав книжку Буратино, значит, Алиса из «Страны чудеса» обиделась, да? То есть на эту книжку, что ее там обижают. Ну, вот, я не знаю даже, как это комментировать. — Я очень надеюсь, что юридическая служба федерального эха, которая будет этим заниматься, даст должную оценку и отпор вот этому событию. Я уверен, что все закончится хорошо. И более того, ну, этому Курултаеву Башкир будет преподнесен урок, как нужно и как не нужно себя вести. — Ну, тогда все-таки вот в предпосылках этого дела хотелось бы разобраться более-менее подробно. На ваш взгляд, почему это произошло все-таки? — Ну, я могу предположить, что кому-то где-то совсем там дремучему показалось, что эхо ведет себя неправильно в преддверии выборов. И вот какая-то попытка там напугать или еще что-то сделать там. Ну, это наивно как-то вообще совершенно глупо и неправильно. — А вот почему тогда могли выбрать, я не знаю, вот этим объектом, да, именно материал вот с конкретным человеком, с политологом? — А тут, как говорится, перегибы на местах. Команду дали, но не объяснили, как исполнить. А исполнилось, как получилось. Вот. Примерно так. — То есть перспектив в этом деле не видишь? — Я не вижу вообще там. Меньше нуля. — Вот, кстати, немножечко о выборах все-таки еще поговорим, потому что есть позиция коммунистов. Конкретно они заявили, что они результаты эти не признают. Как вам? Есть какая-то перспектива у этого решения? — Исполнили роль до конца. Несмотря на то, что их там обворовали на этих выборах, значит, они, тем не менее, договоренности исполняют неукоснительно. То есть в конце всего этого спектакля они должны были возмутиться. Они возмутились. — А кто-то еще должен возмутиться из других участников? — Ну, мы уже возмутились. Я имею в виду команду Владимира Барабаша. Остальные в благодарности склонили голову. То есть там же уже начались раздачи праздничных слонов. Там одна девушка уже получила должность. Там еще кому-то что-то сейчас выдадут. Кому-то вообще ничего не надо было. Просто попросили поучаствовать. — А кому еще что выдадут? — Ну, кому-то еще что-то выдадут. — А, то есть пока нет информации? — Так или иначе. — Ну, например, вы можете какие-то соображения на этот счет? Условно, там, кандидат? — Да, я могу сказать, что условно один из кандидатов станет, например, главой одного из районов. — Районов республики? — Да. Без фамилии. — Ага. — Ну, вот как вариант. — Как вариант? — Нет, я имею в виду вариант примера. — Понял. А эти все решения, они когда могут случиться? В обозримом будущем или нескоро? — Ну, надо соблюсти хоть какое-то приличие. Давайте пройдем инаугурацию, там, отгремят фанфары, осыпятся все, значит, эти фейерверки, приедут из отпуска все уставшие политтехнологи, и тогда уж как-нибудь где-нибудь к Новому году. — К Новому году? — Ну, может быть, чуть раньше. Нет, я не могу назвать дату, когда там вручат этих слонов. Ну, гасины уже вручили, например. — Ваше мнение, вот я немножечко... Мы сегодня когда кадровые вещи обсуждали, да, затронули вот позицию возможную там Андрея Назарова, а как вам конкурс лидера Башкортостана, который финишировал перед выборами? Вот о нем говорили, что это способ привлечь людей без кумовства, блата и так далее. — Привлекли. — Ну, 50 человек победили в этом конкурсе. — Ну, победить-то победили. Не, ну, это была предвыборная история. Функционально, конечно, это не кадровая технология, а именно вот попытка заявить о своей непредвзятости. То есть это все мы уже забыли, проехали. — То есть ждать того, что эти люди займут ключевые должности, не приходится? — Я, честно говоря, не анализировал, кто там победил. Надо смотреть на них сначала. — Угу. И повторение этих конкурсов в будущем? — Ну, я не думаю, что это случится. Скоро, по крайней мере, такая же история. Потому что пока кадровая политика носит глубоко архаичный характер, там, знакомство, дружу, поверенность. — Ну, может, просто как бы людей нету, не хватает реально? — Людей не хватает вообще катастрофически. — Ну, а тогда куда деваться? Лучше знакомых проверенных. — Ну, вот братья, сватья, красногорские резервисты, там, ну, вот все идет в ход, что говорить. Потому и ошибок так много. И, ну, как бы каких-то плохих решений, там, Гельманова у нас то назначат, то снимут, там, вот так. — Ну что ж, это был политтехнолог Андрей Патрицын в программе «Персонально ваш». Всем спасибо и до свидания.